Как брат Женя сказал сегодня, София приехал. Христос воскрес! Просто он не только весной воскрес, но он для нас всегда воскрес уже 2000 лет. У нас сегодня особенный день. Я верю в то, что мы растем, вот как количественно, так и качественно. На этой неделе в субботу я получил откровение и такое подтверждение о том, что мы в ближайшее время будем строиться и что Бог нам дает строиться на крыше нашего здания. Это будет горница на третьем этаже, примерно на 120 человек, как в Библии написано о том, что они собрались в ожидании чего в этой горнице? В ожидании сошествия Святого Духа. И на третьем этаже просто утром в субботу я проснулся и получаю такое откровение о том, что уже пора, в том плане, что нас со всех сторон обложили. То есть здесь строиться нельзя, здесь строиться нельзя, общинская земля. Здесь строиться нельзя, здесь строиться нельзя. То есть везде надо вступить от забора, там 3-5 метров, и в принципе строиться негде. Но зато там строиться можно. И просто мы становимся и духовно ближе к небу, и физически получается. Так что слава Богу. И вот к нам приехал за тысячечки, там сколько километров, 6 тысяч километров примерно от Караганде, от нашего города до отсюда, и брат Юрий. И он так, когда услышал вот эту весть о том, что вот ищем помещение, как это сказать, участок для помещения, для зала. Он говорит, а зачем они ищут, у них же на крыше место. И потом он говорит, когда я получаю это, он говорит, ну надо же, я, говорит, то же самое получил о том, что а почему вы наверху не строитесь. То есть вот на этой неделе уже придут проектировщики, и они будут составлять новый проект. Только будем думать, куда поставить еще дополнительную лестницу, чтобы подниматься. Будут какие-то дополнительные сооружения, будет оттуда вид на море. В море будем видеть, Варнинское озеро, и город Варна у нас под ногами, мы будем за него молиться и промаливать его. Сегодня у нас гости, да, слава богу, что с многих стран приезжают. И вот у нас дорогие братья, и Игорь, и Людмила, у которых скоро будет золотая свадьба, 4 октября, и они скоро уезжают в Эстонию, то есть буквально завтра, по-моему, да? Вот, и они попросили помолиться за их дорогу. Вот, и мы просто от нашей церкви желаем вам хорошей, спокойной дороги, мощной защиты, и призываем самую мощную защиту, я всегда говорю, это защита от драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа, и благословляем вашу предстоящую золотую свадьбу. Это прекрасно, у нас вчера праздновали жемчужную свадьбу, и, ну, уже так молимся, что... А, и вчера один человек встал, у нас есть, ну, такие, ну, я его называю, болгарский тесть, а ему уже за 80 переваляло, Михаил. И он такой встает, подходит ко мне, благодарит и говорит, ну, что, на 40-летие вашей свадьбы звоните, я приду. То есть понравилась ему свадьба, и, короче, собирается уже на 40-летие прийти, а ему уже 80, сколько, 82 года, ну, значит, это в 92 года он придет, и я верю в это, да, что он придет на своих ногах. Аминь. Аллилуйя. И я хотел сегодня, да, я коротко помолюсь, давайте вместе так помолимся, за дорогу Игоря Людмилы, Господь, благослови, Господь, возвращение в Эстонию, вводи их в силу Святого Духа, Господь, Аллилуйя, Отец, Исана, Ты наш Хранитель, ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Тебя, Господь, Ты носишь их на своих крылах, не приткнуться ногой своей о землю, Господь, Аллилуйя, Отец, просто прямо сейчас возьми, Господь, в Твою любящую отцовскую руку, Господь, Аллилуйя, Отец, вводи, Господь, Аллилуйя, Отец, и используй эти сосуды благопотребны, Господь, Господь, во имя нашего Господа, Иисус Христа, молись, молитвы, согласия, Аминь. Благослови, Господь, нашу сегодняшнюю проповедь. Я хочу сегодня представить брата Юрия, который приехал, как я сказал, уже издалека, у него есть сегодня особенное послание к нам, может быть, мы сегодня немножко задержимся, зато потом нас ждет очень приятный сюрприз в сладкарнице, да, и поэтому я вас так немножко заинтригую, вот, но я думаю, что, может быть, мы так накушаемся от духовной пищи, что потом уже и в сладкарнице не захотим идти, но все-таки там что-то нас будет ждать. Давайте поприветствуем брата Юрия. Юрия, благословяем тебя. У меня вообще есть желание молиться. Я вам желание молить. Слава Господу. Слава на Господ. Илюша ушел, я хотел, чтобы подыграли. Ты сыграешь? Играешь? Чуть-чуть, давайте помолимся. Есть желание. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза, мы молились. Молились. Аллилуйя. Бог сейчас здесь. Божье царство сейчас здесь. Бог берет тебя и меня на руки и говорит, ты мой. Ты моя драгоценность. Сколько лет я искал тебя, и как дорого я заплатил за тебя. Потому что ты для меня дорог. Прямо сейчас Господь высвобождает на вас свою любовь, свою благость, свою милость. Господь кладет свою руку прямо на голову тебе. Его елей, Его помазание стекает с твоей головы по твоим плечам, по всему твоему телу, до самой земли. И теперь ты не просто благословен, ты источник благословения. Господь кладет свою руку и говорит, сейчас моя милость, любовь и мое здоровье принадлежит тебе прямо сейчас. Принимай. Вкушай этот манну, вкушай этот хлеб, шедший с небес. Господь кладет свою руку прямо тебе на сердце. И Он говорит, всякая рана, всякая душевная боль, всякое сердечное переживание, особенно те, которые были закорослые, те, где оставались шрамы, которые длились годами, Господь говорит, это место стало чистым. Всякая боль, всякая утрата, всякое разочарование, всякая потеря, всякое унижение, которое тебе причинили извне, Господь говорит, внутри я навел совершенный порядок. Ты святой, благодаря Иисусу Христу. Ты праведный, благодаря той вере, которая есть у тебя в Иисуса Христа. Ты уникален, благодаря Иисусу Христу. Ты мой. Нет дороже тебя. Нет дороже тебя. Он говорит, смотри на меня прямо сейчас. Не смотри на обстоятельства извне, смотри на меня. Смотри на того, кто внутри тебя. Христос здесь. В твоей лодке спит Самый Иисус Христос во главе всего этого корабля. Какие бы ни были бури сейчас вокруг тебя, какие бы ни были штормы, Господь говорит, ты переправишься. Мы переправимся. И поэтому я сплю. Я дарю тебе свой сон. Я дарю тебе свой покой. Я дарю тебе свой мир. Прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты понял, что то, для чего ты пришел сюда в воскресный день, это свершается прямо сейчас. Бог целует тебя. Бог помазывает тебя. Бог исцеляет все твое естество. От макушки головы до подошвы ног. Он усвобождает для тебя семя, чтобы ты был плодоносным во всех отношениях. Господь высвобождает плодоносность прямо сейчас. Это по Его милости и по твоей вере и твоему принятию. Во имя Иисуса Христа. Ты другой. Ты другой. Ты совершен. Ты совершен не по своим заводам, слугам, но по той вере, которую ты имеешь во Иисуса Христа. Совершенство Твое в вере. Халлелуя. Господь, я благодарю Тебя. Ты совершен. Халлелуя. Господь меняет сейчас образ мысли. Господь меняет образ мысли. Образ мысли небес. То, как мыслит Господь. То, как мыслит Господь в отношении Тебя, в отношении Твоей жизни, в отношении всего, что происходит вокруг Тебя. Он дарит Тебе всю высоту небес прямо сейчас. Принимай. Принимай прямо сейчас. Халлелуя. Слава Тебе, Господь. Отец, я благодарю Тебе за это изобилие даров, подарков, которые Ты сейчас наполняешь это собрание. Ты наполняешь, наполняешь, как из рога изобилия. Ты льешь, 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 льешь совершенно своей рукой. Господь. Я верю, для кого-то решается вопрос судьбы сейчас. Не рассуждай, но принимай. Не рассуждай, но принимай. Не рассуждай, но пропитывайся этим. Это и есть Божье присутствие. Это и есть Царство Божие. Это и есть любовь Отца. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя. Халлелуя. Слава Тебе. Халлелуя. Халлелуя. Даже если я что-то начну сейчас говорить или свидетельствовать, не оставляй этого состояния. Это то, что теперь 24 на 7 принадлежит Тебе все время. Все, что принадлежит Тебе, это принадлежат Тебе небеса. Слава Господу. Когда подошли к Иисусу, то спросили, когда придет Царство Небесное. Он говорит, вы видите все, что происходит. Это говорит о том, что Царство Божие уже здесь. И когда Иисус Христос умер на кресте и испустил дух, ну, хорошо, пусть так. Царство Божие распространилось по всему лицу земли. Это очень важно. И когда ты принимаешь Дух Святой, ты впускаешь Царство Божие внутри себя. Это не просто на тебя побрызгали аромат небес. Это сам Бог стал жить внутри тебя. Ты стал сосудом, в котором Бог носит свою святыню. Потребность в Боге и доступ к Богу стал 24 на 7, 365 дней в году у тебя всегда рядом с тобой. Что бы ты ни делал, где бы ты ни был, какие ни были бы обстоятельства, что у тебя всегда есть возможность. Не обязательно закрыться, прибежать ли к собранию, или прибежать куда-то еще, ты всегда можешь встать сказать, Господь, ты здесь и я переживаю твою любовь и я иду по тому, как говоришь ты. И очень важно услышать, что он говорит. Очень важно быть послушным тому, что он скажет. Потому что иногда он говорит то, что нам кажется совершенно другим. Кажется, может быть, этого не надо. В моей жизни он никогда не говорил, нет, я сказал надо. Такого не было. Он всегда в этот момент говорит, я один раз сказал. Ты один раз услышал. И решай, как тебе с этим быть. Он настолько любит меня, что никогда не заставляет. Я даже скажу больше. Мы это, кстати, не обсуждали, это можно не переводить. Мы не обсуждали, с постарями вот эту цензурную вещь. Он даже никогда не влезает, когда ты грешишь. Хотел как-то это сгладить. Потому что не влезет, не се на место, когато грешишь. Он просто говорит, ты знаешь, что хорошо, что плохо. Той просто казывает, ты знаешь, кое е добро, кое е лошо. Потому что я живу внутри тебя. За что да съм вътре в тебе? Господь делает мне это или не делает? Это не касается, я имею в виду, каких-то решений. Да го правили и да не го правят. Това не се касается каких-то проступков. Това се касается на какие-то проступки. Такое вступление. Немного о себе. Меня зовут Юрий. Я из города до Караганда. Когда-то я пришел в собрание в 1991 году. Покаялся, принял Господа в 1992 году. Это было одно и то же время, когда уже Геннадий был в собрании, Наталья подошла и мы вот где-то в одно время с Натальей покаялись. Были в одном молодежном служении. Сразу скажу, они всегда были такие серьезные, духовные. Винаги, ты собрали серьезные. Честно. Честно указанно. Без всяких этих, как их там, не намеков, а как бы я не хочу тут сделать, знаете, такой реверанс. Это было правда. Ну, Гена, первое, я помню, конкурс на знание Библии побеждает кто? Конкурс на знание на Библии самый взрослый, самый серьезный. Я еще помню, как вот здесь, сейчас он так же стоял на сцене, принимал награду от пастора, стояло несколько человек, кто лучше знает, кто уже прочитал, кто лучше знает. Потом появляется Наталья, все такое, как всегда. Тогда еще пока в начале несколько дней скромная, потом она уже играет на клавишах, а потом уже начинаются духовные движения, в которых они очень серьезно участвуют. Я немножко был другой. Я шел другим, чуть дольше путем к тому. Ну вот в 96-м году я решил посвятить Господу именно в служении. Я стал служителем, отучился год в семинарии, миссионировал в нескольких городах в Казахстане, в России, в Караганде. А потом так сложилось. Я ставил отделенное служение, стал ходить в одно из собраний, где был там просто молодежный пастор. Я так иногда на себя смотрю, думаю, как мне молодежь доверили? Я не знаю. 27 лет, 28, такому оторви, как я, ну ладно, хорошо. Это на совести тех пастырей. Они будут каяться и принимать будем у них испоминания. Ну я делал как мог. Сразу буду говорить, когда я говорю, часть в моих словах всегда будет доля шутки. Поэтому так. Не доверяйте всему, но слушайте и пропускайте через Дух Святой. Пропускайте всички думе под указом через Святой Дух. Хорошо. И потом я женился, семья. У жених своим, в семействе. Жена, двое детей. Супруга, две деца. Мы с одним товарищем, старшим от меня, открываем собрание, церковь в Караганде. Довольно такое неплохое собрание. Дубровое собрание. Я становлюсь пресвитером, вторым пастором. И вот живем в такой нормальной жизни. И живем нормальный живот. Ращу детей. Когда-то работал в школе, перешел, стал заниматься бизнесом. Тот период, когда с Андреем Бродоликовичем мы познакомились. Что-то делаем. Одно, второе, третье. И в 15-м году происходят определенные события. Приезжают люди в штатском, показывают корочку. Идват хората от органите и показывают удостоверение определенного комитета. От определенного комитета. И говорят, вы террорист. И так называют въезд, ты террорист. Я говорю, хорошо, как это проявлялось. С вашего телефона был совершен звонок о заложенной бомбе. Мы вас должны задержать, и меня задержат. И начинается длительная история. Я становлюсь непонятно кем. И потом выясняется, что... Я являюсь в ранге свидетеля того, что с моего телефона было совершено преступление. У них один только вопрос. И вот самый один вопрос. Вы пьете? Пьете ли? Я говорю, нет. Вы курите? Пустили? В смысле, наркотики употребляете? Нет, они проверяют меня вдоль и поперек. Состояте на учете и так далее. Нет. Я уже в тот момент опять заучи школы. Работаю, преподаю физику. Я говорю, как-то скучно играют детские игры. Мне пытаются объяснить, что нет, вы террорист. Опытываться да мне объясняют, что я террорист. И начинаются судебные... ой, следственные мероприятия. И започват судебно-следственные мероприятия. Може би одна година. Но мы практически все доказали, что это не я. Но это очевидно было. Почти на лексичку доказывали, что не сам виновен нас. Но в конце года... В крайней године, да? Да. В 15-го года, в конце года, меняются следователи, мне говорят, слушайте, мы решили, мы доказали, что это вы. следователи с меня. я же свидетель, какой же я. Говорят, нет, вы теперь преступник. И начинается тяжба о том, что уже пошли судебные процессы. Я нанимаю второго адвоката, начинается... История очень длинная. Долгая история. Она длилась где-то 2 года. В общем, я продолжала 2 години. Потому что было слишком очевидно, мы правильно защищались, тем более мой адвокат, он был бывший прокурор в Карганде, очень знаменитый. Он очень грамотно работал с документами, и каждый раз в суде приходилось говорить, что же делать? Что же делать? Но Бог сделал одну очень важную вещь. Он сказал, что я защищаю тебя. Вот тут я хочу для тех, особенно кто слышал историю, сказать, что вот я, может быть, этого не говорил. Я 100% стоял на одном, что Бог за меня. И все, что происходит со мной, этого не будет в логическом завершении, так, как хотят они. Потому что в Исаии 54 главе написано так. Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с вами на суде, ты обвинишь. Потому что это есть наследие рабов Господа, оправдание Твое, Юра, от меня. Я хочу сделать здесь маленькую ремарку, что очень важно, в своей жизни научиться стоять на Слове Божьем. Не просто учить стихи из Библии, а стоять и понимать, что говорит тебе Господь. Не просто знать много стихов на каждый случай, а знать, что сейчас к этой ситуации в конкретном случае говорит тебе Господь. Да, знаем точно, как в конкретной ситуации оказывает Господь. Я быстро, да? Да. Ты, если что, так меня по плечу. Не сильно, нет. Потому что очень важно понимать, что говорит Господь. Много важно, да, разберем, как в оказывает Господь. В Слове Божьем сказано, что Бог многократно и многообразно говоривший. Божье это слово указывает, что многообразно говорит. Он говорит через Библию, он говорит через общение с верующими, через общение с неверующими, через различные природные явления. Он говорит разным образом. Суть нашей веры, когда мы приняли Дух Святой, научиться слышать то, что говорит Господь. Верить этому и стоять на этом. Это вообще непростая история. Когда тебе прямым текстом говорят, вы все равно будете сидеть в тюрьме. И когда уже начинают объяснять, почему ты будешь сидеть, потому что мы уже отчитались в министерство, то, что мы поймали террориста. Сейчас никто назад не будет это все менять и говорить, что это не вы. Следователи до нас допустили оплошность, ничего не сделали. И вот приходит молодой человек, говорит, а я опытный следитель, я закончу это дело тем, что вас посадят. Мне приказали. Это же какой-то абсурд. И он тогда говорит одну очень важную вещь. Все они говорят, признайте эту вину. Мы тогда вам поможем. Дадим условный срок. Будем ходатайствовать. Но когда у тебя есть слово, что ни одно оружие сделано против тебя, что в этом суде ты будешь обвинять, ты говоришь, я не могу этого сделать. Это длинная, опять говорю, история. Я буду перематывать. Когда начались суды уже, они делились порядка полугода, я благодарю Бога за наших родителей. Геннадия Наталья хорошо знает мою маму. Геннадия Наталья добре познавает майками. Она в то время уже была, когда мы покаялись, она была служителем в церкви. Это сердце матери. Твоя сердце, она майка-то. Ее, конечно, она не выдержит. Ее хватает удар, она слегла. Она лежит дома. Я не сразу понял, что происходит. Смотрю, она не ходит, не ходит. Хотя она не ходит, не может до вырвить, стало все пузлее и пузлее. Я как мог, честно говоря. Я говорю, да нет, все хорошо. Мы сейчас отобьемся, мы стоим. Но, наверное, сердце матери, сердце и отца тоже, оно такое, что оно настолько соединено с детьми, что какие бы ни были изменения в жизни детей, родители всегда будут покрывать и переживать своих родителей. Они будут жить жизнь своих детей. И я бегаю между мамой, которая лежит, суды, мама, суды. Я вам честно скажу, вот любой эксперт скажет, мы доказали по суду мою невиновность с помощью экспертиз дополнительных, с помощью многих-многих-многих вариантов. Почему? Нет, в доказах мы нашли невиновность, много экспертизи, с некакви документи. Мы даже в итоге нашли, откуда звонили. На что судья сказал, ну здесь я все решаю. Но обаче, судья таказа, аз решавам всичко. И в итоге, два года общего режима, колония. Я почему об этом так говорю? Для кого-то кто-то говорит. Ну, наверное, ну там, как мы говорили многие люди вокруг, мужчины особенно. Многу хора около тебя, особенно мы же ты. Ну ты ж мужик, да че ты, потерпи, нормально, че там. Ты не можешь, прям заторпишь. Посидишь, нормально. Особенно офицеры. Особенно такие. Один прям так сказал, сколько тебе дали? Я говорю, два года. Он говорит, о, ты в армии был? Я говорю, нет. И эти офицеры пьют, бил ли себя в армии, а так сказал мне. Ну это как в армии посидеть. И ты, казалось, казарма. И ты, казалось, одно и в казарма, что утидешь. Я думаю, интересно 45 лет в армию попасть. Если еще Геннадий был такой парень, ногами умел махать, руками умел махать. И все время попадал куда надо. В смысле ногами и руками. И то я попадал, когда тряпывал. То я из семи учителей, мама учитель, папы нету. Я как-то вот по-другому жил. Я пионер-вожатый, всегда с детьми. Пионер-вожатый, с детьми. В многих прикарных временах. Нет, я материться умел, я точно помню. Вот что-то плохое точное дело в детстве. Алкоголь не пил, потому что я был спортсмен. И у нас считалось это плохо. И представляете, попадаешь в такую среду. И из-за нас попадаешь в такую среду. Я не могу вам все передать и рассказать, как это происходит, но что происходит с тобой. Когда я понял, что жизнь перевернулась и многое оборвалось, просто перевернули вверх ногами. И от меня уже не зависит ничего. Кроме одного. На кого я буду смотреть сейчас? Кого я буду сейчас слушать? Один из таких показательных моментов был. Я еще сидел в тюрьме. Не на зоне, а в тюрьме в следственном изоляторе. Большом. Да, и мне предстояло пойти на апелляционный суд из тюрьмы. Где мы уже практически мы знали, что мы сейчас скорее всего докажем, потому что мы нашли откуда звонили и кто заплатил за этот звонок реальными деньгами. И мыслих мы я встаю, помню, в коридоре нас посадили всех на корточки, мы сидим, перекличка, охрана. Я знаю, что суд, и я молюсь, говорю, не одно оружие сделано против нас. И будет успешно. Знаете, как христиане делают во время паники. Братья и сестры, надо молиться, проблема. У меня горе. Господь, скажи, сделай, ну что? Направильное что? Это как я в аэропорту в Стамбуле. Когда ты влетишь, ты в Стамбул. Это покаяние определенное. Твоё покаяние. Маленькое. И я такой, да, нет, нет, мы вышли. Господь с нами. Господь с нами. Я говорю, говорю, говорю стих. В какой-то момент я слышу, а мои уста, независимо от разума, через дух говорят другой стих. И я сочувам, че мои уста независимо от разума казват друг стих. Любящим Бога. Това тези, които обичат Господь. Призваны по Его изволение. Призваны по Негото изволение. Все садействует ко благу. Всичко садейства за добро. Вы знаете, как сидел, меня как прошибло током. Я говорю, Господь, нет, 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 нет. Я сказав, Господи, не, не, не. Ни одно оружие. Нито одно оружие. И я докажу, что я не виноват. Ще докажат, че не съм виновен. Сделано профи меня не будет успешно. Я обвиню. А я ще ги обвиняю. А я тут как раз налево, направо. И я такой иду, иду. И тогава никого не викает. И я пикком обдала, потому что я слышу, что устами я говорю. Призванным по Его изволению. Все содействует по благу. 45 тебе лет, 50 ли тебе лет. Когда говорит Бог, и это касается глубоко сердца, и оно настолько обеззаруживает, что независимо, что нас стояло там человек 40, наверное, мы шли куда-то там по этапу каждой. Я стою вот так у стены и плачу. И говорю, отец, я не хочу на зону. Отец, а с низким долетелем затвора. Не могу. Мне два месяца в тюрьме, и то вот так хватило. Тези два месяца в затворе ве чебях с тигнахами. Ты говоришь, что ты все равно со мной будешь везде и даже на зоне? Но я не хочу. Ты казваш, что будешь на всяк с меня, но бачь а с низким долетелем там. Мне нравится Бог. Харя с вами Бог. Он мне сказал, да, конечно, сынок. Я не почувствовал теплоту объятия отца. Я в такие моменты переживаю. Я переживаю, но он сидит, улыбается, смотрит. А с лишним, а с лишним, что ты просто сидишь с усмехом? Ты опять как маленький. Ты себе пак, как маленький. Опять капризничаешь. Пак капризничаешь. Да. Попала дважды. Фамилия Пак просто. Я стою, говорю, а стояйся, мысли. Значит, я пойду на зону и со мной. Я замолчал. Был суд. Последний этап апелляции. Где судья, видя все вещи, говорит, ну, мы оставляем все без изменения два года и этапировали. Там много чего происходило. Много неща са се случвали и напред след това. Одно очень важно еще скажу. Одно важно нещо ще кажа още. Долго в голове своей я боролся с ситуацией. Много долго в голове са борях с тази ситуация. Опитвах се да я реша в голове си. Пока не пришло одно четкое понимание. Докато не дойде едно много точно разбиране. Что я ситуацию не решаю. Че аз не решавам ситуацията. Ее не решает никто, кроме Бога. Никой не я решава осен Бог. И тогда я стал слушать Его и принимать то, что говорит Той. Для любого человека это на уровне неверующего. Это на уровне, наверное, шизофрении. Когда ты ходишь по зоне и говоришь, глядя на забор, говоришь Я свободный человек. И когда ты вървиш в затвора и гледаешь оградата и посочваш го и казваш Аз съм свободен човек. И я верю, что эти стены рухнут. Ты идешь и говоришь, Господь, это территория, территория Царства Божьего. Я помню, как дьявол вмешался и сказал. Ты не оборзел? Я вспомнил, у болгар нет плохих слов. Ты не слишком ли дерзкий? Несили при колену дерзок. Ну вот, где-то да. Дерзок. Дерзок. 800 человек в зоне и все служат мне, говорит дьявол. И все служат мне, говорит дьявол. И только ты один здесь не такой. Это наша территория. Я говорю, подожди. Я и тот Бог, который во мне эту территорию забирает себе. Это территория, где не матерятся. Твая территория, это когда-то не насилуют. Где не убивают. Когда-то не убивают. Здесь не свершается противоправных вещей. Это территория Царства Божьего. Я подкинула в этот момент. Мы хотим сначала увидеть в материальном мире и потом согласиться в духовном. А Бог тебе предлагает. Я открываю тебе дверь. Зайди в духовный мир. Посмотри, что я делаю. Поглядни, как вы правы. Вспомнил, да. Посмотри, что я делаю. Поглядни, как вы правы. И принеси это в материальный мир. И донеси этого в материальный свет. Так касается исцеления. Это касается решения любой ситуации. Это касается семейных отношений. Воспитания детей. Нам, христианам, почему-то в последнее время кажется, что мы все должны быть психологами. И мы берем какую-то такую... Стоп. Я уважаю психолога. Я уважаю вам психолога. У меня супруга психолог была. Моя-то супруга и была психолог. Психолог. Я сам педагог, психолог, по большому счету изучал психолог. Поэтому к психологии отношусь просто. нам почему-то кажется, что христианство это про психологию. Я хочу сказать, что психология что-то из христа. от христа. Потому что цель не про позитивное исповедание. Цель говорить о том, что говорит Бог. А он над психологией. Он над наукой. Он над медициной. Не вместо. Он над. Это разные вещи. Он над правосудием. И поэтому я хожу на зоне и говорю, мне принадлежит правосудие небеса. Земное правосудие подчинится небесному правосудию. И ты не воюешь с дьяволом. Не надо. Ты не воюешь с обстоятельствами. Не надо. Ты высвобождаешь атмосферу самого Бога. Ты освобождаешь атмосферу на Господа. Ты залезаешь к Нему на колени. Ты начинаешь Его слушать. Ты хочешь Его слушать. Ты говоришь то, что Он говорит. Казываешь, что Тебя кое-то Той казывал. А потом поворачиваешься, а ситуация решилась. Вот этот вопросительный знак, который висит, так у тебя решилось или нет? Есть разные временные рамки. И мы хотим, что в рамках 70, 80, 90 лет мы все узнали, все увидели. Какие-то вещи мы узнаем позже. Но очень важно, что ты сейчас делаешь, что ты сейчас высвобождаешь и как ты сейчас живешь. И вот после таких вещей я понял, что надо делать. Я перестал депрессировать. Это была страшная депрессия вплоть до физических проявлений. Болезни какие-то начались. Я понял, что надо жить. Так же, как в Караганде, в смысле дома. Ну, только что не можешь далеко пойти. Я стал искать вариант, как хорошо помыться часто. Это там роскошь помыться, в баню сходить. Раз в неделю. Мужчине раз в неделю. Я добился каждый день в бане. Там нет медикаментов и лечения нормального. Нет, там все есть, но очень сильно не хватает. И мосичку, но не стекла толково. Меня лечили. Лекарства поставляли регулярно, которые были нужны, витамин B, еще что-то такое. Витамин B, но я потом сыт. Это вопрос одежды, это вопрос положения, это вопрос определенного признания. На определенное признание. Был момент, когда я начал вестись на те законы, которые есть в зоне. Можете принимать как покоение. витамин B, започинял на законе на затворы. Когда с тобой разговариваете все время, эй, братан, давай там, короче, сядем, перетрем, что ты там, давай, делегу разберем туда-сюда. Там, знаешь, короче, такая тема, подожди, давай, садись сюда, карта бросаем. И ты в какой-то момент начинаешь так же говорить. В какой-то момент. без матов, но ты такой, что там мужики, как там туда-сюда. И очень важно увидеть, как действует Бог. Приходит офицер, говорит, ты же учитель. Проведи политинформацию. Это же моя работа. Воспитательную работу. Прочитай документы, которые проведете, ну там, по поводу заключенных. Прочти документы за затворные циты. Да, я беру документ, садятся в зейки. Ой, как похоже. Вот. Я так же стою, их так же много. На ледоватный документ. Сядут за затворные циты. Я так сажусь и начинаю. Сядом. Ну там, мужики, короче, такая штука, короче, там, понимаете, вот. Тут вышел, короче, вот так. И вот таким языком говорю, все так, оно полуприблотненным, чтобы приняли, чтобы поняли, чтобы разобрать. и вот так с коридора голос старшего по бараку. И от коридора. И к чему он глаз? Авторитетный товарищ. Вот авторитетный один человек. Кореец, ты кто по жизни? На весь зал. Я так. Кореец, койся по животу. Я говорю, он говорит, учитель? Учитель. Да. Да. Он так говорит, а что ты себя сейчас так ведешь? Я говорю, Он говорит, что ты здесь из себя строишь? Останься тем, кто ты есть. Ты выйдешь на волю, ты кем будешь? Учителем? Каков, что будешь? Учителем? Да. Так и оставайся до конца. Устань до края, учителем. И Бог мне вот эту секунду говорит, я даю тебе здесь власть быть тем, кто ты есть всегда. И Бог тугалом указывал, а сдал им тебе власть до устаных штук, таких как и в Тусе. Друзья, согласно постановлению. Из-за почвы тугала, приятели, согласно постановлению. Юстиции был выпущен следующий документ о пробации. И начинают все объяснить, они всегда так на меня смотрят, а мне фиолетово, что они там понимают, хотят. Ты сидишь на мигляд, это очень не сопротивлялось долимый разбит. подкрепленную даже на земле авторитетными товарищами, говорить, быть тем, кто я есть. Это Бог, который стоит и говорит, я сейчас здесь. А до этого я и думал, как бы себя сохранить здесь? Не скорбиться здесь. Вот примерно. И так каждый день. И за дня в день. И за дня в день. Самое было интересное, что объявили, что на уровне Генеральной прокуратуры представитель Генеральной прокуратуры объявил, что амнистия, которая началась тогда в Казахстане в 16-м году. Меня лично касаться не будет. Прямо сказала, Пак Юрия, амнистия, в газете официально написала, ей задали вопрос, кому вот амнистия положено, например, вот у нас сидит сейчас Пак Юрий, будет ли он по амнистии как-то изменен срок? И человек с погонами говорит, нет? Он террорист. Органе доказывает не, кто это и террорист? Все ходят, такие, о, про тебя в газете написали. И все такое ходят, ходят и казалось, о, писах, про тебя еще про одного мужика, там правительство написал про него, ну ты крутой вообще. Ты ходишь такой, да, крутой, а сам заходишь, думаешь, блин, ну нет у тебя никакого, Юра, здесь выдох. Проходит несколько месяцев, адвокат находит законные вещи, и мне применяют амнистию. Я ему говорю, как? Он говорит, ты знаешь, чудом нашелся, вот такое поставленное, вот этот закон, и мы вот здесь по закону выисли, я здесь подал заявление, его удовлетворили. И так каждый день. В итоге я не отсидел два года, я отсидел только год. Аз бях саму една година, вместо две, в затвора. Я вышел, живу. В этой истории, в принципе, она вот в семнадцатом году закончилась. В ней есть только один большой, большой удар для нас, для всех, для моей семьи, что вся эта история нанесла нам потерю. Потому что мама лежала, лежала и в день моего ареста, и в день моего, когда меня заключили в тюрьму, она умерла. Она не смогла. Майка не я подчинала. Почему я говорю, что мать всегда это мать, родители есть родители. Чтобы мы не делали, когда мы соединены, это по-любому рвет им сердце. Она, правда, была уже без сознания, но вот что-то остановила. Она не слышала приговора, она не видела меня в наручниках, она не знает, что я сидел. Она верующий человек, она служитель церкви, с большим общим стажем. Я знаю, что она на небесах. Конечно, мне как сыну больно. Очень больно. Но она с Богом. И ей там реально лучше. И сегурно по-добре там. Мы стали строить какие-то планы. Я помню, как Наташа пишет, Юра, моей жене Оля. Оля, приезжайте в Болгарию, мы встретим. А мы сидим такие выжитые. Представьте, за 20 лет. Да, утидом тук. Наполучив по Болгарии. Где это Болгария? Что такое? Какой Болгария? Где Болгария? Варна, что такое? Варна, какой этого? И мы как-то строили свою жизнь. Я не работал. Строили свой живот, работах. Новое испытание. Жена болеть начинала. И не выдержит. Тоже уходит. Через год. Потому что вся тяжесть этой истории легла на ее плечи. Это надо просто знать мою супругу больше. Она очень мягкий, спокойный человек. Вот Андрюшина, только единственное здесь ее знают. Она такая небольшого роста, такая малословная, не многословная, очень образованный человек. Образован человек. Никогда ни с кем не конфликтовала. Никаких конфликтов никуда не было. Но вот в эту историю она превратилась в какую-то тигрицу. Она дошла до правительства. Она дошла, я не знаю, до таких людей, до таких знаменитостей, чтобы за меня заскупились. Она организовала какую-то петицию, там больше 10 тысяч человек подписались в мою защиту. Я не знаю, как для вас, для Казахстана, у меня произошла одна вещь. За меня попыталась заступиться дочка президента Назарбаева, бывший межелесмен республики Казахстан, то есть парламента Даригана Назарбаева, которая сказала, и поискала да се застъпи за мен, и до тогава, до това е стикнула вече. И мисля, че на нея технично са ей объяснили, че не трябва да го правя. И все осталось без изменения. Она все это несла на себе. Но она несла не с таким, знаете, отпечатком горе, что мы несчастные люди, помогите, кто может. Она выходила и говорила, это несправедливость, это неправильно. Так не должно быть. Я нашла вперед. Без забрала, без меча человечества. Только щит веры и меч Слово Божие. Потому что столько откровений, сколько она получила за это время, и то, как она пророчески двигалась в это время, это был самый продуктивный период жизни. Твоя была продуктивнее период на живота, много откровения и получила тя, тогава. Ну все, история закончилась. И край, историята я свершила. Для меня тяжело в 20-м году во время пандемии. Это все остановилось, насколько я могу понимать. Но самое главное, что для меня утвердить, в чем вас, но най-важното да ви утвердя в кое? Что в этой всей истории акцент и центр всей этой истории не я. Не сам аз. И даже не моя супруга, это Бог. И не моя супруга, това е Бог. Потому что все, что происходило, она крутилась в руках Бога и в его четком, четком контроле. И под Неговия контрол всичко се е случвало. Слышание Слова Божьего, слышание голоса Божьего, позволяйте каждый день в сложных обстоятельствах находить место для шага дальше. Даже если впереди большая пропасть. Мы зачастую люди хотим, чтобы нам было сухо и тепло и мухи не кусали. Чтобы у нас все было и ничего за это не было. И мы зачастую даже к Богу приходим с таким договором. Я буду верить, и у меня должно быть все хорошо. И в моей жизни я точно вижу, что христиан сносит больше всего на этой теме. И в моем жизни виждам, че христианите часто страдат от тази тема. Я тут верю в Богу. Я им служу. Я читаю Слово. Я столько жертвую. Я столько езжу. Я столько делаю. Я столько путувам. Я столько много правя. А Он не мог мне дать вот это. А Той не мог да мне даде това. Мы забываем верховный суверенитет Бога. Забравяме верховния суверенитет на Господ. Потому что все-таки Он верховный. Защото Той е верховния. И Он решает. И Той решава. Моя хороший вопрос задала девочка. Ее седня нет. Здесь на молодежном служении, когда мы были. Получил ли я ответ на вопрос, почему все это со мной случилось? Дали получил отговор на вопрос, защо всичко това се случило с мен? Нет. Не получил. Не съм получил отговор. Но это не убивает меня. Но това не ме убива. Убива я только горе, конечно. Делает боль, которая случилась. Убива ме саму тегата от того, как то все случилось. Но това, че нямам отговор не ме убива. Потому что я понял одно, что очень важно, как ты живешь сейчас, а не чего ты хочешь и ожидаешь в будущем. Что ты делаешь сейчас? Какова твоя жизнь сейчас? Каков твой живот всегда? На ком она основывается? Потому что твое завтра будет основываться на том, кто ты сейчас. Свидетельство можно на этом закончить. Оно спорное. Там много технических вопросов, на которые мы уже ответили. Сразу скажу, что для меня теперь отношение к телефону, особенно сотовому нашу, современному, если брать узко, очень осторожно. Вы в руках держите компьютер, подключенный к мировой интернет-сети. Если кому-то надо зайти в вашу личную жизнь, ему всего лишь надо взломать компьютер, который у вас в руках. У нас, например, в Казахстане уже сейчас это пошло, потому что у нас все цифризовано. Деньги, документы, личная жизнь. Все в интернете, короче. Это очень удобно. Тебе много удобно. Очень удобно. Получить справку, документ, зарегистрироваться, не стоим в очереди. Все вот так. Но если выход есть туда, значит, есть и вход сюда. Поэтому, когда говорят о том, что все-таки дьявол будет контролировать, нам кажется, что придет дядька с рогами. Куча орков набежит по стране. Все будут такие страшные, мы будем их бояться, они будут всех бить. Такое будет все сказка, знаете, как «Властелин колец». Какая-то приказка. А-ля, да, что вот оттуда написано. Все будет значительно интереснее, если уже что-то даже не начинается. Выбор наш сегодня. Что я делаю сейчас? Кого я выбираю сейчас? Кто моя основа? Вся жизнь человека, особенно верующего, построена на этом. Разобраться, кто ты? Так ты кто? Кто я? Ответьте на этот вопрос. Кто-то говорит, я дитя Божие. Я в семье отца. И когда такие люди говорят, я в семье отца, они начинают искать подобного себе. А потом смотришь, они собираются в одном зале. Почему? Потому что я дитя отца. Ты тоже дитя отца? О, привет, брат. О, здрасте. Здравствуй, сестра. Я даже не знал, что ты живешь в Одессе. Приятно познакомиться. И вот эта церковь. Мое было представление раньше наоборот. Надо сначала всех собрать в церковь, а потом дать им понять в этой церкви, кто они есть. Тоже хороший вариант. Но очень многие люди считают, раз я хожу в церковь, это уже достаточно, и это уже хорошо. Я слушаю то, что Бог говорит пастыру, и это уже хорошо. Но вопрос стоит, а тебе он что говорит? А ты на чем стоишь? А ты върху какво стоишь? Одно из больших откровений, едно от големите откровения, самое примитивное, но че, сильное, которое я получил там. Однажды я шел в однажды върбях в затвора, под дорожки, под някакой апотекам, со мной много сидел радикальных мусульман, которые реально что-то там мутили в государстве. И они такие дружные. И много дружные сабели. Помогают, кормят, к нему лу приводят, они там что-то шушукаются, делают. А я хожу один. С одной стороны воры, бандиты, вахабисты, с третьей стороны полиция, хорошая полиция, добрая полиция. Кто у вас знает, что у вас? У нас пишут. У нас все под контролем. Вот. И ты один. Я как-то шел, говорю, отец. Я один здесь. Мне не с кем помолиться. Мне нету здесь братьев, про сестер, не говори, мужская зона. Мне Библию по расписанию дают. Мне очень тяжело одному. Без церкви, без собрания. Я как сейчас вспомню, я дошел до поворота барака, поворачиваю, как будто, знаете, как будто за углом он меня ждал. Я так вот поворачиваю. И Бог говорит, ну у тебя есть я. Я больше, чем все то, что ты назвал. Меня взорвало это. Я сидел и в одиночной камере, и сидел так. Они там экспериментировали, разные варианты. Я вам хочу сказать, что я понял все, что было в это время. Он говорит, я-то лучше, чем все они. В смысле, не в смысле, что церковь это плохо, а в смысле, я больше, как помните, в той мультике было. А как же я, Карлсон говорит, я же лучше собаки. И на левом анимационном году Карлсон говорит, ну где собаку хочу. На лесу подборут кучи. Он говорит, а как же я, я же лучше собаки. Так вот Бог говорит, а я же лучше. Так вот церковь, это когда человек говорит, Бог это лучше. Тебе тоже Бог лучше? О, давай, вместе сейчас говорить, как Бог лучше. Он тебе что сказал? Вот так тебе сказал. А мне вот так говорит. Кровь Христа омывает нас, говорится в Библии. Когда мы имеем общение друг с другом. Другой брат говорит, ребята, ночью я получил слово, когда спал. Стих такой-то вот этот. Я понял, у меня есть откровение и толкование. И все такие, вау, какой Бог. Вот это и есть твоя церковь-то. Они так и начинали. Вот я сейчас сегодня говорил с Генеемой Наташей. Они когда-то вышли в маленькую церковь. Это был дом. Где собралась молодежь. Самый старший был Саша, ему сколько? Лет, наверное, 30 чем-то было. Самый старший среди них был 32 года пастор. Самый младший, что-то 11 лет. 90-е годы, еды нет, ремонта в доме нет. Я не помню, как мама моя ходила к ним в гости, как они топят там, непонятно. И майками все чуть-чуть, как стоплют цель этих молодых людей была. Давайте соберемся, будем поклоняться. Они не знали, сколько это будет песен и порядок песен. Просто люди брали гитару. Простудимах и гитару. Ты прекрасный, велик. И любовь твоя... Приходил Бог, открывал себя и говорить начинал каждому. Кому ты не говорил, и он смотрел, как Бог, смотрите, говорит. И ты переживаешь колоссальное присутствие Бога. И Бог говорился с нас и переживал на многое все на процессе. Жизнь всех этих ребят радикально изменилась. Но вот эти двое здесь, вы их видите, вы знаете, что они делают. Они меняют атмосферу. Они приносят эту атмосферу сюда, на землю. В этом смысл жизни не стать пастыром или стать служителем, а быть в отношениях с Богом, слушаться Богу и быть послушным Богу. Так Бог — это и есть служение. Прежде всего. Оно может во что-то другое вытечь. Можно все в пении, работе на пульте, камере, кормить, еще что-то. А ты знаешь, что ты сделаешь, то, что он сказал. И честно направишь в твое какое-то то, что ты скажешь. В этом смысл нашего существования. То, что произошло, то, что я стою сейчас здесь, это тоже интересно. Потому что, когда я освободился, много друзей начали писать, знакомых. У меня есть такая, знаете, такой, как бы это назвать-то, Господи, такое материальное проявление заботы Божьей и любви церкви Божьей. Церкви Божьей. У меня дома порядка трех больших пакетов таких стоит. Там письма. 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 Самые письма. Англия, Финляндия, Польша, Украина, Россия, Южная Африка, один написал пастор. И это вот мешками дома стоит. И в эти пакеты стоят в Кашти. Я не знаю, что там написано. Там все на английском, на финском, на украинском. Пиши на украинский, на английский. В конце где-то понятно там. Иисус тебя любит, и мы за тебя молимся. И в крае на лестничку разберем на лестничку. Я понимаю, что такое церковь. Не только по местной, церковь Божия. Такое небольшое отступление для расслабления. Все конверты, которые приходили к нам домой за границей, они все приходили вскрытые. Мы сначала думали, да нет, на почте проверяли, искали чего-то интересного, потому что по старой привычке по почте из Германии слались марки, какие-то там подарки. И мы каждый раз видели, каждое письмо было подписано. Поступило поврежденным, поступило поврежденным, поступило поврежденным. Все конверты порвали. А мне так нравилось. Я думал, эти молодцы вскрывали и смотрят, что внутри. А там Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Мы за тебя молимся. Ты пройдешь, брат, там туда-сюда. Jesus Lord, там туда. Жена говорит, я в какой-то момент перестала читать, я не успевала физически. Я не успела читать физически эти письма. Это то, что делает Господь сегодня здесь на земле. Он создает свою церковь людей, которые независимо ни от чего любят Его, принимают Его любовь, послушны Ему и служат друг другу. Таким образом. Я помню, что мы даже закончили час, правильно? Не говори. Мы с тобой понимаем, да? Ну, тогда я, можно, наверное, хотел помолиться еще. Давайте мы помолимся. Уже дальше можно не переводить, можно поиграть, ты же играешь. Хорошо. Я хочу, чтобы вы сидели. Все, что произошло сейчас, это не просто интересная история, сериал, детектив или что-то такое. Это жизнь. Это жизнь, которую формирует Бог. Наташа мне сказала как-то, я хочу, чтобы ты приехал, поделился помазанием позитивности, да, ты сказал, жизнерадостью. Я сижу и говорю, сыну, говорю, просто она не знает, как я реально живу вне соцсетей и вне такого общения. Потому что, я вам честно скажу, когда тебя припекает такие истории, ты не просто расстраиваешься, ты жить не хочешь. Ты бьешься головой о стену, ты падаешь, ты кричишь, ты ругаешься с Богом. Я кричал, я говорю, ты офонарел? В смысле, я в этой жизни мало прошел шаг за шагом. Ты нашел самого грешного среди всей Караганды? Ты что делаешь? Ну, ты куда смотришь? Столько лет пытаюсь быть хорошим пред тобой и угодить тебе. И такой шапалак, такой удар, я не знаю, ну ты чего? Я ругался. Знаете, в чем величие Бога? Что в этот момент Он смотрит и говорит, ты все еще маленький, мой сынок. И так будет всегда, потому что Он Отец. И мы никогда не повзрослеем для Него, потому что Он великий. Он над всем. И Он знает, что будет в начале, что будет в конце. Раствориться в Его любви, раствориться в Его объятиях, раствориться в Его власти. И позволить Ему проявиться в моей жизни все, чего Он хочет. Нам кажется, что Он лезет в наши дела, как делают молодые. У меня сын так часто говорит, не помогай мне. Я уже взрослый, я могу все сделать сам. Мне уже 20 лет. Ты думаешь, тебе всего 20 лет. И ты все делаешь неправильно. Всего лишь позволь папе помочь. Не надо. Когда случается авария или что-то такое, машина у него, там жизненная ситуация. Он приходит, говорит, так тяжело понимать, что ты, как всегда, прав. Я смотрю и думаю, это же я. Только с Ним. Еще очень важное откровение, которое я получил во всей этой истории. Меня Бог не наказывал. Что ты выбираешь в этой жизни? Искать, за что меня Бог наказал и почему так произошло? или искать, как Он меня любит и что Он сейчас со мной сделает? И куда Он меня приведет? Это твой выбор и мой. На что смотреть сегодня? Во что вкладывать свою веру? К чему прилепиться сейчас? К любви? Или к страху? К боли? Или к Его помазанию? Это твой выбор. Всегда. И когда ты видишь человека в той или иной ситуации, это всегда выбор. А выбор основан на вере. Вот что такое наша вера и зачем нужна вера сегодня? Чтобы выбрать. Выбери Святое Божие, выбери жизнь, говорит Господь. Избери жизнь. Это твой выбор и мой выбор. Что бы ни происходило, избери жить. Избери идти и служить Богу. Не так служить, как я прослужил. Думал, что я служу этим. Я что только не делал. Я на кухне сколько проработал. Обожаю работать на кухне. И думал, что чем тяжелее работать, значит, тем я больше заслужу. Ты можешь никогда не делать тяжелую работу. И быть в милости Божьей. Все благодаря крови Иисуса Христа. Благодаря Его любви. Отец, мы благодарим Тебя. Мы глубоко, 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 Господь, благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь. За Твою благость, за Твою милость. Я благодарю Тебя, что Ты пришел на эту землю в лице Иисуса Христа. Принес жертву. Пролил кровь возлюбленного Сына, Своего любимого. И тем самым омыл нас от всякой неправды, от всякого греха прошлого, нынешнего и будущего. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты прошел через крест. Прошел через смерть и восторжествовал над ней с собой. И все благодаря любви и силе Божьей. Благодати Божьей. И сегодня Ты высвободил для нас Свое Царство, Свое помазание. Господь, я принимаю сейчас помазание действия Духа Святого в моей жизни. Аллилуйя. Я благодарю Тебя за Царство Божие, которое наполняет сейчас меня. Аллилуйя. Христос внутри Тебя. Упование славы. Могущество Его величия в Тебе и во мне. И оно действует по вере и державной силе и власти самого Бога. Слава Тебе, Отец. Аллилуйя. Я благодарю Тебя. Я склоняюсь пред Тобой не в раболепии, не в рабском поклоне, а в большом почтении и любви за все, что Ты делаешь для меня в этой жизни. Я благодарю Тебя, что Ты меня довел до этого места и дал возможность быть сегодня угодным Тебе и служить братьям и сестрам. Я благодарю Тебя, Отец. Твоя благость, Твоя милость. Аллилуйя, слава Тебе и хвала. Я благодарю Тебя, что Ты довел каждого из нас до этого места, положил руку и сказал, я никогда не оставлю Тебя, не оставлю и не покину Тебя, никогда. Моя любовь всегда с Тобой. Мое присутствие всегда с Тобой. Что бы Ты ни делал, куда бы Ты ни падал, в каких обстоятельствах бы Ты ни был, какие не совершали бы Ты поступки, как бы Ты ни ошибался, как бы Ты ни шел против меня, я все равно стою с большой любовью рядом с Тобой, ожидая Твоего обращения ко мне. Аллилуйя, я хочу высвободиться в этой ситуации, говорит Господь. Я хочу проявить свою власть и силу в этот момент. Господь, прямо сейчас мы открываем свои сердца. Я Твой, я всегда Твой. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Когда Бог благословляет нас, когда Бог благословляет, когда Он помазывает нас, это, во-первых, для нас, для нас. Во-вторых, для того, чтобы через нас. Тот, кто принимает Божие благословение, Божие помазание, Он живет им, и Он распространяет его. В Библии есть такой прекрасный стих, благоухание, познание о Христе распространяется нами на всяком месте. Благоухание, познание о Христе распространяется нами на всяком месте. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, этот великий парфюм Духа Святого, он будет переживаем людьми, если ты культивируешь это в себе, Если ты сам этим пользуешься и открываешь этот сосуд, ты всегда вдыхаешь, вдыхай. Переживай присутствие Божьего, переживай Его прикосновение, переживай Его Слово, открывай Слово Божье, открывай, начинай говорить с Ним. Это то, тот Дух. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты будешь рулить. Все будут переживать рядом с тобой, что ты будешь играть на музыкальных инструментах. Они будут говорить, какая-то другая музыка. Ты будешь готовить, ты будешь лечить. Всегда будут переживать помазание Божье на тебе. И манить будет, людям будет казаться, что им нравится то, что ты делаешь, а им будет нравиться присутствие Бога через тебя. Это очень важно. Слава Господу! Я благословляю вас, братья и сестры. Любовью Христовой благословляю. Я очень провел, провожу хорошее время с вами уже второй день. Это прекрасное время. Я говорил Наталье с Геной, я за это время никуда так и не съездился. Ну, плюс, как бы, такие сердечные переживания, знаете, не едется никуда. Как бы друзья ни просили, там, в Америку приезжай, в Канаду, в Корею приезжай, в Германию приезжай. Все. Я сижу, думаю, ну, не камильфо. Ну, что это такое? Ну, что это было делать? Вот мы шутили с молодежью, когда Наташа позвонил, говорит, слушай, есть предложение, надо вот помочь на свадьбе, послужить, попроповедовать. Гена, как всегда, добавил духовную часть, обязательно попроповедовать, это великая часть. И я такой думаю, о, Господь, это ты. Я очень сильно отозвалось сердце. Я не знаю почему. Честно, ребят. Честно, не знаю. Но я благодарен Богу за это. Я благодарю Господа. Слава Иисусу. Слава Господу. Слава Иисусу. Спасибо, Юр. Спасибо, что отозвался. Я верю, что все мы получили благословение, да? Я хотела спросить, может быть, здесь есть люди, которые еще не знают лично великого Бога. И вот сейчас момент, знаете, когда Бог призывает вас. Просто загляните в свое сердце, спросите, знаю я лично этого великого Бога, которого, вот как Юра нам говорил, который так вел его. Я еще раз задам вопрос. Хотели бы вы лично принять этого великого Бога в свое сердце? Если есть такие люди, ну, поднимите немножко руку, мы бы помолились за вас. Можете поднять руку. Есть такие люди? Юр, а ты можешь повести в молитве, да? Пойдемте сюда. Пойдемте. Это не страшно, но это серьезно. За это никто не спросит, но это откроет дверь каждому из нас. Самым большим грехом человека на свете является, вообще основой греха является не то, что человек матерится, убивает или ворует, или сквернословит. Основной греха – это то, что он не примирен с Богом и не знает Бога. Так написано, что это основа. Все, что нам надо сделать, нам надо начать запустить один процесс. Сказать Богу «да». Да, я жил без тебя. Я не знаю тебя лично. Я не понимал, что я зачастую делаю. Я хочу изменить это в своей жизни и пойти новый путь. Согласен ли ты сделать это сейчас? Я буду говорить, вы будете повторять за мной. Хорошо? Слух. Почему мы это будем делать? Для того, чтобы мы понимали, ваше ли это решение, вы ли это делали. Или вы просто послушали. Если хотите, мы это скажем. Хорошо? Помолимся вместе с вами. Мы поддержим, да? Помолимся вместе с ними. Дорогой Иисус, я признаю, что всю свою жизнь я не знал тебя. И все, что я делал на этой земле, я делал, не осознавая, кто ты такой. Теперь я знаю, что ты великий Бог. Тот, кто омыл меня своей кровью. я не хочу жить прежней жизнью. Я избираю новый путь вместе с тобой, держа тебя за руку. Я благодарю тебя за то, что ты берешь меня сейчас за руку и ведешь по этой жизни. я признаю, я признаю, что ты сын Божий, умерший за меня, заплативший дорогую цену, искупивший меня, и я теперь твой. во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте их помолимся, благословим, да? Не похлопать. Давайте протянем руки, мы хотим вас благословить, мы хотим вас зарядить на этот путь, все, что мы знаем, все, что мы умеем. Давайте протянем. Господь, мы благодарим тебя. Помолитесь, пожалуйста, неведущий молится, церковь молится. Помолитесь. Отец, мы благословляем сейчас, теперь нашего брата и нашу сестру, Господь. Мы благодарим тебя за то, что в их сердце загорелся этот огонь, Господь. Этот маленький огонь, но это уже жизнь, которую даровал ты им, Господь. Мы благословляем этот путь. Мы благословляем каждый их шаг. Мы благословляем каждый их день. Мы благословляем каждое их начинание. Начинать и держаться за тебя, Господь. Мы благодарим тебя, Отец, за то, что ты принимаешь их в свою семью, Господь, и называешь их каждого по имени, и говоришь, вы мои дети. Я благодарен вам за то, что вы вернулись домой. Отец, я благодарю тебя за них, Господь, за их веру, за это избрание. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Для меня это большая честь, что сегодня на этом служении вы примирились с Господом. Я давно уже этого не переживал. С миром Божиим. Присаживайтесь. Знаете, вот ровно год назад Венера, она потеряла мужа. Ну, потеряла здесь, на этой земле. Да, это случилось в Варне. Мы поехали на Трисдиас, она не знала, куда едет. Ну, не в себе человек был. И вы знаете, первое утро Трисдиаса, ну, там нас будят. И она говорит, буквально за пять минут до этого ей снится Сергей, мой брат, ее муж. И он, ну, как бы ведет ее к двери. И она понимает, что он ей говорит, ну, давай вперед. Вот. И потом я позвонила Венере, говорю, Венер, там есть один в Караганде, Юра Пак, он потерял жену. Встретьтесь с ним. Ну, я дала телефон, и не получилось. И вы понимаете, что Бог сделал, Юр? Ты понимаешь? Ты понимаешь, да? А, ну да, я... А, нет, да, я имела другой. Ну, чисто мы все, чисто, да. Все-таки продолжаем вчерашний вечер. Она говорит, слушай, у нас горе. Вот такой брат, и у нас осталась сноха. И очень тяжело, очень. Потому что это как-то все неожиданно, внезапно. Он говорит, ты можешь ей помочь? Она просто не знает, как дальше жить. Она очень такой образованный человек, имеет какие-то в жизни... Была силы много, но вот сейчас вот так все случилось. Да, хорошо. И все, разговор состоялся. Я такой, ну, как всегда, служителям. Да, конечно, есть, конечно, записали. И не случилось ничего. И потом она говорит, а вот Венера будет на свадьбе. Я думаю, ну, хорошо, трезвязь, уже отработали, все. Когда она сегодня выходит, я понимаю, что ты имела в виду. Я вот это хотел скомментировать, чтобы люди подумали. Да, да, да. Да. Так что вот пути Господни, они неисповедимы, правда же? И если мы что-то там по-человечески хотим, не получается, ну, Боже, оно совершится. Знаете, я бы хотела сейчас помолиться за финансы, но перед этим я хочу сказать, вот у нас коробочка приношена...